В Нижегородской области грядет медицинская революция. Объединяются два гиганта – Нижегородская медицинская академия и Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр, он же бывший НИИТО. Соответствующие ходатайства уже направлены от имени коллективов учреждений в Минздрав России. А совсем недавно медакадемия сменила ректора. С большой вероятностью им станет Николай Корякин, который до последнего времени руководил как раз Приволжским медицинским исследовательским центром, а сейчас исполняет обязанности ректора. В Приволжском округе, да и во всей России, получится новое учреждение с очень серьезным научным потенциалом, потому что присоединяется не просто клиника, не просто больница, по сути присоединяются два крупных научно-исследовательских института – травматология, ортопедия и педиатрия. Оба медицинских учреждения давно и активно сотрудничают между собой. Более того, они уже частично интегрированы. Приволжским федеральный исследовательский центр выделил солидные площади для деятельности медакадемии. Тысячу квадратных метров площадей мы отдали под образовательную деятельность Нижегородской медицинской академии. Восемь кафедр представлено в нашем учреждении. Десятки наших сотрудников работают совместителями, преподавателями в Нижегородской медицинской академии. Это объединение сыграет на руку обеим странам. Мы сможем внедрять в нашу деятельность разработки сотрудников Нижегородской медицинской академии. Ну и, естественно, в образовательный процесс Нижегородской медицинской академии мы можем внедрять результаты научной деятельности нашего коллектива. Студенты-медики с первого курса будут погружаться не только в учебный, но и в лечебный процесс. А значит, качество образования будущих врачей вырастет. У нас много категорий, обучающиеся студенты, врачи-последипломники, ординаторы, аспиранты. Вот все они в случае объединения получат очень хорошую клиническую базу. Раз, и базу для науки – это два. Между тем, для Европы подобные слияния – обычная практика, когда медицинский институт имеет и масштабную клинику. Предполагается, что в случае положительного решения Федерального Минздрава официальное подписание об объединении состоится в августе-сентябре. Тогда же станет известно и название нового медицинского гиганта.